Всем привет! С вами Солар Афродит и сегодня я хочу вам рассказать, как правильно запарить лен, можно ли его дробить и зачем он вообще нужен лошадям. Готовы? Поехали! Так, у нас тут есть лен, который мы будем делать нашим лошадкам. Здесь я уже поставила себе кастрюльку, она у меня на полтора литра, просто нам нужна воды, чтобы залить 100 грамм льна. Включаем. И так, насыпаем. Чуть-чуть. Немножко получилось больше, сейчас мы закрутим. 105, а, ровно 100. Отлично. И теперь нам это надо залить холодной водой. Холодной. Холодная вода, заливаем. Посмотрим, чтобы у нас это было... Ой. У нас это было полтора литра, нужно полтора-два, я заполняю полтора, потому что у меня, собственно, нет другой кастрюльки. Нету другого выбора. Есть. И оставляем на два часа просто настояться. Есть. И сейчас мы будем делать для другой лошади. Для другой лошади мы будем брать 50 грамм. Вот, потому что хозяйка боится, что лошадь не будет кушать лен, поэтому мы решили сделать половинку. И сейчас мы будем делать для нее тоже. Так. Насыпаем. 50 грамм. 50 грамм ровно. С первого раза просто. Отлично. И на 50 грамм я беру 700-750 миллилитров воды, заливаем. И тоже оставляем два-полчаса, чтобы это все настоялось. Потом я вам покажу, как оно будет глинить. Прошло, видно, что такая более густая слизистая консистенция у нас. Вот. Теперь включаем огонь. Я вот только что его включила. И на медленном огне доводим до кипения. И после кипения еще минут 20 надо проварить. То есть 20 и больше. Здесь у нас меньшее количество. Переливаем кастрюльку. Вот. И тоже будем ставить на огонь. Там, где меньше воды уже закипело, я еще чуть убавлю огонь. Вот. Можно увидеть, что образовывается вот такая вот пенка. Ее убирать не надо. Но это все съедобно, все полезно. Поэтому просто следите, чтобы оно не убежало. Потому что из этой кастрюли у меня постоянно что-то пытается убежать. Вот. И я пенку тогда вылавливаю. И тогда, когда у меня, допустим, оседает, я вижу, что в кастрюле снова есть место. Там в конце варки я снова добавляю эту пенку. Вот. И оно еще раз варится с этой пенкой. Вот. Здесь видно, как оно соплеобразно выглядит. Вот. Но еще не закипело. Ждем. То есть тут мы можем там уже считать плюс-минус 20 минут, 30, чтобы оно вот таком на медленном огне варилось. Вот здесь еще мы считать не можем. Вот. Но я буду отталкиваться от этой большей кастрюльки. Вот у нас закипела наша большая часть мина. Собственно, уже частично она убежала. Вот. Не среагировала. Вот, собственно, то, о чем я говорила. Видите, пена поднимается. Либо надо ее постоянно помешивать. Либо собирать эту пену, чтобы она не вытекла. Я сделала кашу для Бонни. Вот. Я заливаю кашу водой, потому что там гранулы. И чтобы гранулы не разбухли в желудке у коня, и не начались колики или другие проблемы с кишечником и желудком, я заливаю кашу водой теплой. Либо можно холодной, если есть больше времени на то, чтобы оно настоялось. Чтобы, собственно, оно разбухло в ведре, а не в желудке и кишечнике. Добавляю сюда семена льна и размешиваю. Немножко получилось жидковато, но Боня есть. Поэтому не переживаем особо. В чем же польза льна? В семенах льна много витаминов группы В, витамина Е, а также много калия, фосфора, магния и протеина. Что же нам это дает? Нормализацию всех обменных процессов лошади. Быстрое восстановление лошадей после интенсивных нагрузок. Нормализацию работы желудочно-кишечного тракта лошади и профилактику колик. Улучшение копытного рога, кожного и шерстяного покрова лошади. Улучшение состояния при воспалительных процессах. Для профилактики достаточно добавлять отвар в рацион 1-2 раза в неделю. Во время весенней линьки и лечение животного ежедневно. А также можно добавлять лен самостоятельно. Например, дробя его в кофемолке в свежем виде. Я не придерживаюсь каких-либо пропорций в плане дробленого льна. Я добавляю его на глаз. Либо я добавляю несколько пачек дробленого льна на весь корм коня. Но ни в коем случае нельзя давать сырой лен в целом виде. Так как никакой пользы он приносить не будет. А даже наоборот может вызвать отравление. Мы сегодня поговорили о том, как правильно запарить лен. И как его дробить. Как его давать. И зачем он вообще нужен. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok